Здравствуйте! Это программа «Крупным планом», где мы каждую неделю открываем для себя по-новому людей, которые благодаря своей работе или творчеству стараются изменить жизнь к лучшему. Наша сегодняшняя героиня смогла найти свое призвание в то время, когда большая страна находилась в состоянии глубокого кризиса. Стереть границы между людьми и создать новое видение в системе образования вызвалась молодая американка Денис Роза Мишель. Рядом со мной директор общественной организации людей с инвалидами «Перспектива» и фонда «Лучшие друзья», а также идейный вдохновитель кинофестиваля «Кино без барьеров» Денис. Денис, здравствуйте, спасибо, что пришли. Здравствуйте. Вы знаете, готовясь к этому интервью, я наткнулась на такую фразу Черчилля, мне кажется, очень подходящую. То, что мы получаем, обеспечивает наше существование, а то, что мы отдаем, творит нашу жизнь. Вот как вы понимаете эту фразу и что для вас значат эти слова? Ну, то, что мы творим, если говорить, то это создаёт нашу жизнь, но больше, мне кажется, да, это создаёт мою жизнь, но важнее, что я помогаю создавать жизнь других. Почему для вас это важно? Ну, конечно, мне такая работа важная, но, наверное, в жизни всё равно мне важно отдавать. То есть я, честно, об этом и не хожу по жизни, не думая. Я человек не философ. Собственно, я не думаю всякие, а вот так, и вот нет, я человек-дело, на самом деле. Но для меня важно именно вот, вот когда люди другие, когда у них качество жизни получше, когда они смеются, когда им хорошо. Я даже, если речь идёт, я очень люблю принимать гостей, конечно, сейчас времени мало и много этих опытов, но и мне важно, чтобы все гости прекрасно сочувствовали, чтобы им хорошо было, чтобы все общались между собой. Я даже иногда переживаю, чтобы, если новые люди приходят, мне хочется, чтобы всем было комфортно. И мне кажется, отчасти вот это мое желание, чтобы в жизни другим было хорошо, комфортно, наверное, вот это немножко перешло и в мою работу. Хотя, мне кажется, даже это не вопрос, а комфорт. Я тоже всегда вот очень, я такой борец за права. И вот я иногда даже сама себе задаю вопрос, куда это всё? И я потом вспоминаю, что у меня два няшка, я помню, что она всегда меньше меня была, что я всего у неё защищала права. Я думаю, интересно, оттуда или не оттуда, или это что-то другое. Денис, ну вот к слову, о вашей семье ведь известно крайне мало. Я буквально где-то вычитала о том, что у вас пять сестёр и мама, и вы сами выразились, что вы родились и росли среди девочек. Ну да, это точно. Это одни девочки были. А какая вообще атмосфера в семье была? Ну, у нас, ну, у нас очень хорошие отношения в семье. Ну, мама, конечно, сложно было, что папа умер, когда, но мои старшие сёстры уже, две сестры уже вышли из, ну, уже выросли. А четверо, у нас полчетверо, когда папа попал в аварии и погиб. И, конечно, для всех был такой шок, когда вдруг теряешь такого близкого человека. И это всё произошло в течение, ну, одного дня, потому что он погиб в аварии. И я даже, потому что, конечно, нам было очень тяжело, но маме, естественно, было тяжело. Я просто это очень хорошо помню, как она очень долго переживала, и очень долго плакала, очень долго никак не могла. Но она потом вдруг оказалась в ситуации, где она должна была... Стать сильной. Да. Да. Мне кажется, моя мама очень сильная, но и вот, но вообще у меня пять очень сильных сестёр, которые вот каждый в своей области что-то делает, много делает. И, кстати, мне кажется, каждый из них очень много даёт тоже другим. Но я не знаю, я очень люблю своих сестёр. Я ненавижу такую семью, где, ну, как-то, не знаю, не ладят, или они друг годами не общаются между собой. Думаю, как же так? Я не понимаю. Хотя у нас разные точки зрения на какие-то, ну, я не знаю, политические вещи, разные точки зрения у нас разные. Ну, и жизненный опыт, вот мы живём в разных... У меня две сестры в Чикаго, две сестры в Калифорнии, одна сестра живёт в Аризоне. Но всё равно, несмотря на это, когда мы собираемся, это очень радостный момент для всех нас. И все их дети, там, семьи, которые приходят с ними. Вот мне кажется, вот очень... Вот эти мне очень богаты. Что у меня вот такая вот большая, прекрасная, на них можно рассчитывать, вот таких сестёр. А вот скажите, тот момент, когда вы решились переехать в Москву, вас как-то быстро и легко отпустили, благословили на такую масштабную миссию, на самом деле, тем более в чужой стране? Ну, я помню, первый раз, когда я уезжала из страны, мне было 15 лет. И я учила французский язык. И я вот тогда хотела сразу... Я в школе учила французский язык. Я думаю, как же можно так быть? Здесь в Америке учить? Нет, надо ехать. И всё, я собрала деньги. И сама вот, по-моему, я сама оплачивала свою поездку. И вот тогда было сложно. Я помню, как моя мама плакала. И как она... Но всё, она не сказала нет, она меня отпустила, естественно. И мне кажется, в России что-то я не помню, чтобы прям кто-то там переживал. Уже были привыкли. Во-первых, я потом ездила. Это было не просто так, что я приняла решение и приехала сюда. И на самом деле сначала я учила русский язык. Я думаю, всё, нет, мне так интересно, всё. Я попала сюда первый раз. Это был Советский Союз. И может переживали. Я даже честно не помню, но, видимо, не были такие эмоции, потому что я этого не помню. Я помню, что они уже знали, уже понимали, что я могу просто куда-то уехать. И они все знали, что я изучаю русский язык, и мне это интересно. Я человек, который понимает, что когда я попадаю в Сувонию в какую-то страну, где я язык не знаю, и таких стран много, я очень переживаю, что я должна говорить со всеми на английском. Мне кажется, это как-то несправедливо, неправильно. Но у меня не получается изучить ещё какие-то языки. Но я считаю, что важно, если ты куда-то едешь, если ты хочешь принять культуру, если ты хочешь общаться с людьми, вообще лучше это делать на их языке. И поэтому, когда я стала изучать русский язык, меня там заинтересовали. Я думала, у меня был педагог, который как раз был из России. И он преподавал французский язык. И он меня всё время уговаривал, давай, Денис, надо будет русский язык. Я так увлеклась. И потом я поставила себе задачу ехать. И это был Советский Союз, 1984 год. Я первый раз сюда попала. Поэтому уже когда я 1989, мне тоже предложили ехать сюда именно со студенческими группами работать. Это мне было интересно. Потому что я всё равно, мне очень нравилось быть здесь, несмотря на то, что, конечно, 84, 86, 87 очень отличался от того, что сегодня. И несмотря на это. Потому что для меня жизнь всегда была общением с людьми. Может быть, иногда какие-то новые, ну, новый опыт для меня. Скорее всего, это уже важно, какие-то задачи, которые я ставлю перед собой, и я их достигаю. Слушай, я понимаю, что будут сложности. Но это не важно. Для меня очень важно потом достичь вот этого результата. И потом мне очень важно и интересно познавать что-то новое. И здесь всё было новое. Вот, может быть, поэтому мне так понравилось, что всё было вообще. Я попала сюда. Это было не Франция, где была. Это было всё новое и интересное, и совершенно непонятное. И где-то очень много было непонятно. Денис, а сегодня где ваш дом? И что для вас дом? Не, мой дом, конечно, это Москва. Это вот мой дом, мои друзья. Мои друзья, это моя работа, потому что меня там тоже... Ну, можно её назвать, такая большая семья, с которыми я... Вот многие есть люди, которые у нас работают уже лет... Ну, может, не 20, но где-то 15-17 лет. Но всё равно, когда я еду в Чикаго, я сама себе задаю вопрос, кто я. Ну, в смысле, я не задаю себе вопрос. Русская американка или американская? Да, или американская, да. Потому что, конечно, у меня времени особо нет, чтобы сидеть, себе задавать такие вопросы. Я говорю, что я человек движения, я человек дела. Поэтому я редко живу философствую, да. Но иногда я думаю, слушайте, это так интересно, я американка или я русская? Я даже это обсуждала с кем-то недавно. И я, конечно, пришли к выводу, что всё-таки я американка. Я свечу своей американкой. Несмотря на то, что я здесь живу 30 лет, много лет. И я подумала, что, наверное, это связано с тем, что я всё-таки выросла в Америке. Потому что у меня всё-таки, ну, большой час своей жизни, своё детство, это была Америка. И я была американка. И поэтому я свечу с американкой. Но вот огромный час своей жизни уже пройдена здесь, в России. Когда-то вы начинали в команде, там буквально 3 человека было, да. Сегодня команда разрослась там до полусотни, а то и больше. И плюс ко всему вы имеете серьёзную поддержку со стороны звёзд шоу-бизнеса, культурных деятелей, со стороны бизнес-сообщества. Но вот как раз хотелось у вас узнать, встреча с кем действительно отложилась в памяти и, возможно, как-то вас изнутри изменила. Есть люди, с которыми я познакомилась, из инвалидного движения, которые, скорее всего, ну, они неизвестные. И они точно помогли формировать мою жизнь. Но мою жизнь сегодня. И вот как вот мы работаем в организации и отношения к людям. Например, такой человек Берус Кертис, который я очень... Он неизвестный человек, но я его очень хорошо знаю. Это был моим первым начальником, с которым, когда вы говорили... Ну, когда я приехала сюда, вот так получилось, что 94-й год, после того, как я уже работала несколько лет со студенческими обменами, я всё подумала, ну, поняла, что всё, уже пора, что-то новое, надо какой-то новой задачи. Хотя у меня тогда было много вызовов, потому что, ну, интересно была работа. И я отправила, узнала, что ищут человека в одной организации, от организации называется, ну, по-английски World Institute on Disability, Всемирный институт по проблемам инвалидности. Отправил свой резюме, представь себе, я же слышал, что день получил уже обратно ответ, что наш руководитель вот этой программы, он в Москве. И как раз это был Брус. Я пошла на встречу с ним, и я встретилась с человеком, который тоже использует для передвижения коляску, и жил в единственной, по-моему, в то время гостинице, которая была доступна. Там очень мало было доступных вообще, ну, о доступности почти, ну, тогда не говорили. Только-только начиналось. И мы познакомились, и он стал, на самом деле, для меня таким важным примером, ну, как жить, что жить можно самостоятельно, что можно помочь другим тоже жить так же, достойно. И вот просто его, и даже больше, он не говорил мне много всяких, я это, это его, сам его жизнь, как он себе вёл, что он делал, как он работает, это для меня был пример важный. Поэтому очень часто мне, ну, много людей, которые, если говорить о тех, ой, с бизнеса, но, мне кажется, мы встречаем очень много замечательных людей, которые, как вот для меня важно сейчас, что тогда, когда мы начинали, для многих эта тема, вот наша тема инвалидность была совсем новая. И когда мы потихоньку увидели, как менялись их отношения, как менялись их, допустим, человек, который сначала стеснялся говорить о людях с инвалидностью, и о том, что надо их трудоустраивать, надо вот меняться, и вдруг этот человек перед аудиторией других людей из бизнеса выступает. И мы видели вот эти переобразования людей, которые сначала стеснялись, потому что тема была для них новая. Я больше говорю о тех людях, которые здесь живут, которые из России, потому что, наверное, у нас были иностранцы, которые знали вот эту тему, но те, которые вот, мы видели, как они менялись, а сейчас они такие же, есть очень много лидеров, которые выступают. Для нас это была важная задача, чтобы не только мы, общественные организации, людей с инвалидностью, везде ходил, рассказывал, что это были, чтобы появились такие лидеры, которые будут иметь тоже такой сильный голос для людей из бизнеса. Или, допустим, педагоги, которые рассказывают другим педагогам о том, как они включают ребенка с инвалидностью в свои классы. Но это очень важно. Денис, если сейчас у нас есть возможность выбрать какой-то из ваших многочисленных успешных проектов, либо опытов, какой из них был самым для вас значимым и остается значимым, в общем-то, тот проект, которым вы действительно гордитесь. Ой, я честно, я горжусь всем, что мы делаем. Они все разные. Поэтому очень сложно их сравнивать. Но я думаю, вот для меня важно, что мы не начинаем и не бросаем. Все-таки мы стараемся очень системно работать. И доводить до конца. Да. И не только до конца. Но чтобы это, то, что мы делаем, это стало... Ну, во-первых, чтобы помогать, нельзя одноразовое. Хотя мы делаем такие иногда одноразовые мероприятия в рамках чего-то. Но, правда, это редко бывает совсем одноразовое, потому что мы все равно потом это повторяем через какое-то время. Но если он успешный, если он был совершенно успешный, лучше, конечно, не повторять. Но надо тоже извлечь уроки. Я думаю, тоже важно сделать всегда анализ, саморефлексию. И я стараюсь все время со своими коллегами. Мы это обсуждаем с сотрудниками, обсуждаем постоянно. А неудач было много? Ну, вот бывает, что ты делаешь какую-то программу и понимаешь, что немножко не так надо было, по-другому. А тяжело переносится неудачи? Ну, я не знаю. Мне... Сейчас? Нет. Раньше, да. Ваша поддержка – это ваша команда? Но раньше я сама лично... Я тоже помню, как я переживала, когда люди уходят из команды, да? Когда это команда, семья, как же так? Сейчас я совершенно по-другому отношусь. Мне всегда жалко, когда люди уходят, которые... Потому что ты все равно в каждом человеке, не только я, но в нашей организации мы стараемся вкладывать разные люди. Может быть, вначале это я вовсе вкладывала, да? А сейчас у нас много сотрудников разной команды, и внутри этой команды тоже каждый человек, и свои программы, они вкладывают друг в друга, но есть и руководитель команды. И очень сложно, но вот когда человек уходит, ты думаешь, что ты никогда не найдешь такого замечательного человека. Оказывается, на самом деле... Нет. Всегда жалко потерять этого человека. Я не говорю, что там... Каждый человек уникален. Вот это точно надо понять, это точно уникально. И привносит что-то в свою работу. Но всегда есть очень много желающих тоже так же работать активно. То, что мы должны активно работать. Я не знаю, главное, я считаю, в нашей организации тоже... Ну, много важного, но надо быть готов работать, пахать. Ну, не в том, что... Мне кажется, это вообще в некоммерческом секторе, что... Ну, вот ты должен быть готов много работать, ты должен любить то, что ты делаешь, ты мотивированный быть, иначе вот ничего не получится. Денис, а если бы в вашем распоряжении все-таки был реальный час аудиенции с президентом Российской Федерации? Вот вы понимаете, что у вас всего лишь час, это действительно мало. О чем бы вы говорили? Какие темы затронули бы в первую очередь? Ну, вот я думаю, я точно бы говорила на тему инклюзивного образования. Как сегодня важный. И несмотря на то, что... Потому что это инклюзия, да? Инклюзия начинается и с малого совсем возраста, но вообще образование, которое начинается не только там с пяти, но с шести лет и старше. Но и вот выстроить эту систему, она... Система... Она сейчас развивается, она очень по-разному развивается. И, к сожалению, очень многие дети до сих пор, хотя законодательство есть, есть и педагоги, которые, на самом деле, обучаются, когда мы начинали это дело, вообще ничего такого не было. Там было несколько таких пилотных школ, и все. И мы тоже помогли организовать пилотные школы. А сейчас есть другое, стандарты есть, много всего есть, но все равно есть очень много проблем. Мне кажется, образование... Мы говорим про трудоустройство, государство говорит часто про трудоустройство. Надо трудоустроивать. Но если не будет качественное образование и качественное, включенное, инклюзивное образование, очень сложно дальше человек двигаться и быть уверен в себе. Его важно, что он имеет хоть какое-то сообщество. Важно, чтобы люди тоже в этом же сообществе, я не знаю, в классах, на занятиях, чтобы этот человек стал их, ну, я не знаю, другом. Они его знают. Может, он не должен быть другом каждого, потому что это не... Естественно, у него просто не должны быть свои друзья, свои сообщества. Потом семья. То есть он вот таким образом двигается, даже как любой ребенок. Ему нужна дополнительная поддержка. Да, вот эта поддержка есть. Может быть, ему нужно... Естественно, условия. Если он на коляске, школа должна быть доступна. Если он не слышит или плохо слышит, скажем, переводчик или еще какие-то условия. Вот это все важно. Не надо. И человек будет в этом развиваться в обычном обществе, в своей соседней школе, общаясь с другими детьми из своей детской площадки, в ту школу, где ходят его сестра и брат, и вот дальше ему будет проще в жизни, и он пойдет учиться в университете. Может быть, самая какая-то профессиональная будет еще подготовка для него. И нам в своих программах по трудоустройству мы видим, что очень не хватает именно вот этой подготовкой до того, как люди к нам приходят, и мы должны их трудоустраивать. Очень это не хватает. Конечно, должно быть и встречное общество. Но мне кажется, что такие, когда школа, если это не будет единичный случай, это будет везде, это будет по-другому все. Общество, принятие человека должно быть с самого начала. Главное принятие этого человека и его участие в жизни. И чем больше он участвует, делает ушибки, встает, делает что-то новое, и не знаю, там пробует, у него не получается. Он начинает понимать, что такое ответственность. Он растет, развивается, как все дети. Вот это я бы, наверное, с ним это обсуждала. И для меня это тоже. Даже когда я хожу куда-то, очень часто, если я знаю, я буду на телевизоре, я буду там выступать, я стараюсь тоже выяснять. Я где-то знаю мнение многих, ну, коллег из разных городов, из разных организаций, но иногда мне хочется какое-то подтверждение или еще раз услышать, что важно для них. Потому иногда, если я оказываюсь в такой ситуации, я больше хочу быть таким, как это называется, вот такой звено, нет, это вот такой, связку. Я приношу вот этот вопрос от какого-то общества, не только от себя. И вот хочу ответ, связанный с тем, что мы делаем. У меня вот это сообщество огромное по всей России. Люди, которые занимаются и пытаются в своей работе улучшить качество жизни людей с инвалидностью, это и самые люди с инвалидностью, это и родители детей с инвалидностью, но люди, которые вот уже посвятили тоже свою жизнь вот этому делу, как я делала, как мои коллеги. И поэтому я даже уверена, что они бы тоже такие же вопросы задавали. Да, вот именно связаны со своей работой. Поэтому я бы точно задала вопросы своим друзьям. Вы опять тоже говорили, спросили меня по поводу проектов. Мне тоже, и что я действительно не горжусь всеми нашими, но я, например, вначале говорю про Кино Без Барьеров. Конечно, я очень горжусь тем, что мы это запустили, это уникальный проект. И это вот о жизни многих людей, то, что мы показываем фирмы из всех стран. Я не могу сказать, что этот проект, который больше меняет жизнь людей. Я бы даже сказала, что наш проект по образованию, связанный с образованием, может быть, спорт, но точно трудоустройство очень сильно меняет людей с инвалидностью. Но я считаю, это тоже наименее важно. И это такое больше просветительское, меняет отношение людей. И это важно. Потом, мне кажется, тоже для меня важно, что не только перспектива есть, вот наша организация перспектива, но что удалось в 2009 году еще создать фонд «Лучшие друзья». И это тоже была такая случайная встреча с руководителем этого фонда, Энтони Кеннеди Шрайвер. И вот я узнала о фонде. Я не знала о фонде, потому что фонд создался в 1989 году, я уже в 1989 году жила уже в России. и это все, вот эта задача фонда «Лучшие друзья» это включение в общество, социализация, создание новых возможностей именно для людей с нарушениями развития. И я очень рада, что мы взялись с этой категории людей, потому что тоже очень мало возможностей, даже меньше, сегодня точно меньше возможностей для них, чем для людей, которые, допустим, передвигаются с помощью коляски. Именно людей с моментальными нарушениями, с нарушениями интеллектуального развития, им нуждаются тоже в таких же возможностях, и работа, и образование. И мы стараемся это делать, вот это общение, программа у нас тоже такое лидерство и программа трудоустройства. Я всегда, я горжусь тем, когда я вижу и в этой программе, и в программе «Но в перспективе», я очень радуюсь, когда вижу, когда у нас хоть один человек идет, трудоустроится, и он счастлив там. И я вижу, как ему вот, ну как он рассказывает о своей работе, как меняется семья, потому что это точно уже влияет, особенно когда человек в семье, это влияет на семью, потому что это уже принятие со стороны, когда человек уже, он пошел работать, получает зарплату, он уже сам, может быть, более самостоятельный, но и просто вот этот коллектив, который его принял, это очень важно. И так по цепочке меняется все. Хорошо, есть у нас финальный вопрос в программе, он звучит всегда одинаково, опираясь на свой уже богатый опыт жизни здесь и работы с абсолютно разными людьми, и так, как вы нам говорили, да, от каждого вы что-то получаете и бесконечно развиваетесь, обогащаетесь. Я знаю, что вы не любите философствовать, но тем не менее, этот вопрос звучит так. Оглядываясь сегодня назад, могли бы вы сказать, за что больше всего в жизни вы благодарны Богу? Ну, наверное, что я оказалась в этой работе. Я бы тоже сказала, что у меня вот моя работа сегодня, то, что я делаю, помогаем, ну, я не знаю, помогать, я помогаю людям стать на жизни путь, стать более самостоятельным, быть включенными. я, наверное, бы и сказала спасибо за то, что, я, честно, не только я не сказал бы, наверное, я об этом говорю. Я себе иногда говорю, что какой я счастливый, что у меня эта работа. Серьезно. Я тоже, хочется там иногда, спасибо, что вот у меня такая, я точно, я очень благодарна, что, что мне это судьба получилась, если вот все происходит в течение двух дней. Я человек никогда не думал про судьбу, потому что я строю, потому что я делаю, я человек там, надо, я не верю, что ты, ну, нельзя ждать, что что-то произойдет для тебя, но все-таки, видимо, что немножко судьбы есть, потому что у меня-то было в своей жизни, когда вот в течение двух дней появилась вот эта работа, которая стала работой моей жизни и цель моей жизни сегодня, и которые меня, так многие мне дают, я не только даю другим, но, что мне тоже дают очень много, поэтому точно я бы сказала спасибо. Денис, ну что, мне кажется, что это правда и правда налицо, что тянутся не только к идеям, тянутся в первую очередь к людям, поэтому я надеюсь, что после просмотра сегодняшней программы огромное количество людей заинтересуется, чем вы занимаетесь, кто вы есть, да, и присоединится к вашей огромной дружной компании. Прекрасно, да, спасибо. Спасибо вам за встречу, всего хорошего. Спасибо. Ну, а я прощаюсь с вами, наши уважаемые зрители, до следующей недели. Субтитры сделал DimaTorzok